О, привет! А я тут работаю. Сегодня я хочу сделать анбоксинг японского инверторного генератора Yamaha. Я его еще не открывал, просто снял заводскую упаковку, то есть скобы. Давайте откроем и посмотрим, что внутри. Здесь у нас инструменты, ключ для свечи зажигания, также у нас провода для зарядки аккумулятора 12-вольтовые, инструкция, все запечатано. Так, тут что? Больше у нас ничего нет. Я так понимаю, дальше сам генератор и все. Собственно, все, в комплектации у нас больше ничего нет. Давайте я вам покажу поближе. Кстати, достаточно легкий, то есть одной рукой спокойно поднимается. Рассмотрим Yamaha, инверторный. Тут все понятно. Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас есть экономический режим, в колу-выкол. Это старт-стоп. Это у нас, получается, ну, топливо, бензокранник открыт-закрыт, подсос. Кстати, как и на мотоциклах Yamaha. Прикол. 12-вольтовая розетка для подзарядки аккумулятора. Это предохранитель на 12-вольтовую розетку. Земля. Здесь у нас розетка обыкновенная 220 вольт. И еще у нас есть вот такая TWINTECH. Это разъем для того, чтобы мы могли запараллелить два аккумулятора. Ой, аккумулятора. Два генератора. И то есть, если этот суммарно выдает максимальная мощность у него 2 киловатта, а постоянные у него 1,6 киловатта. То есть он на постоянку может работать. Если их запараллелить, получается у нас будет 3,2 киловатта. И напоминаю, что это инвертор. То есть у него качество электроэнергии превосходит ту, которая у нас стандартная в домах находится. То есть просто синусоиды идеальные и так далее. Любое высокоточное оборудование, такие котлы и так далее. Любые, понятное дело, ноутбуки, телефоны все от него может заряжать и ничего с ним не будет. То есть штука очень классная. Изначально планировал его использовать на кемпингах куда-нибудь, потому что когда поехать и очень удобно. Можно питать микроволновки, можно питать кондиционер. Так, с обратной стороны у нас здесь написаны характеристики. Да, вот у нас такая вот штука. Есть датчик уровня топлива. У-у-у, бензобак открыт-закрыт. Ну он сухой, потому что генератор у нас не новый, еще не раз не запускался. Наверное, в ближайшее время, может быть, займусь этим делом. Так, здесь у нас отверстие для проверки масла. То есть у нас тут масляный щуп. Кстати, заводская пломба какая-то стоит. Открывайся, давай. Это у нас не щуп, это просто пробка. Заливается в мотор у нас 400 грамм масла. Так, сейчас там масла нет. Соответственно, чтобы запускать его, нужно туда залить масло. Вот это у нас штука, это у нас для замены либо чистки свечи. То есть, когда она понадобится, снимается кожух, снимается эта заглушка, вставляется свечник и выкручивается свеча зажигания. На самом деле, уже хочется его запустить, послушать, как он работает, потому что я знаю, что Yamaha генераторы, это самые тихие генераторы, которые только есть. Тише его ничего нет. Катывается он в двух, получается, режимах. Сначала на холостую, пару часов он тарахтит, потом по нагрузке в районе одного киловатта. Тоже пару часов он работает, затем нужно поменять масло моторное. Собственно, по поводу системы глушителя и так далее. Здесь у него стоит глушитель полноценный, плюс здесь искрогаситель, то есть можно в лесах и так далее, в сухих местах им пользоваться, он ничего не подождет. Снизу у нас здесь резиновые ножки, соответственно, которые гасят вибрацию и в принципе больше ничего нет. Давайте снимем еще остальную стучку. Я слышал, что в принципе запускается не очень просто, но тянется прям вообще легко, то есть практически никакого сопротивления. так, ну пока что все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok